Есть, пить, дышать и так далее, все обусловлено Идом Супер-эго, то есть когда человек рождается, там, утробящая, может быть, матери Когда он как бы присутствует и когда появился на первой стадии, появляется Есть человечество, которое находится за пределами этого всего, которое влияет на Ид И формирует супер-эго То есть это то, что общество предлагает детенышу, как себя вести Это можно, это нельзя Супер-эго это социум В первую очередь, конечно же, родители, которые говорят, сюда не ходи, туда не ходи Просто так на пол не писай, вот горшочек, приучают горшочку и так далее Тренируют, 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 тренируют И постепенно начинает формироваться супер-эго То есть Ид, таким образом, идет от природы Это природа Супер-эго это общество Природа Природа А эго формируется у самого человечка за счет наличия у него свободы выбора То есть родители не разрешают это делать, но очень хочется Все хочется, это Ид Желание, это Ид Требование общества, это супер-эго А эго это то, что я сам А я так хочу Тоже я хочу, а я так думаю, а я так буду делать Вот то, что он сам начинает формировать у себя И в конце концов, скажем, предел Когда эго Он знает, что требуется Супер-эго Эго Он чувствует свои потребности Идовские Но главное Я Да, я хочу уже писать Прямо сейчас Чувствую потребность Но я сейчас потерплю Не побегу сейчас В туалет А потерплю Я буду бороться с Идом До тех пор, пока Или он не возьмет вверх Или я не решу Я Эго мое не решит Вести туда Меня в туалет То есть вот Эгоистичный человек Который знает, что Требования Знает свои потребности Но решает сам Нет, это структур Фрэн